Светлый большой зал на полутысячи человек во тьму погружался постепенно. Губернатор края едва успел начать встречу с жителями Армавира, как в местном Доме культуры вдруг погасли все лапы. Тогда подумали, что это просто сбой электричества, но уже после второго отключения стало известно. Ураганный ветер обесточил почти весь город. Тут же главе региона доложили, что создание сорвало крышу. В такой ситуации нет разговоров об экономическом развитии. Вениамин Кондратьев принял решение перенести встречу. Что я предлагаю? Мы можем два часа ждать, пока подведут дизель под станцию. Но я думаю, что еще раз, как бы у каждого, уже у вас сердце не на месте, каждый думает, что у него происходит дом. Давайте наш диалог с вами продолжим. Я обязательно вернусь в Армавир и на самом деле в спокойном режиме, обстановке, мы сможем с вами провести наше общение. Принимается такое предложение? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но еще утром ничего не предвещало беды. Светило яркое солнце. Непогода обрушилась на город после обеда. Глава региона в рамках рабочей поездки успела посетить несколько предприятий Армавира. По иронии судьбы, одной из точек объезда стал завод по изготовлению светодиодов. Это не просто предприятие, а научно-производственное объединение. Но загружено оно лишь на 80%, хотя возможностей гораздо больше. Муниципалитеты края закупают такие светодиоды за пределами региона. Ситуацию необходимо исправить, настаивает Вениамин Кондратьев. Тем более, что цена соответствует качеству. Вы на самом деле не Сколково, на самом деле, и тем более не Силиконовая долина. Но по своей технологичности, сегодняшним трудом и технологией, которая у вас, вы сегодня делаете будущее. Вы на следующий день сегодня практически реализуете. Но я хочу получить ответ, в том числе и от вас, Сергей Сергеевич. Кто мешает сегодня муниципальным образованием, на самом деле, для улиц, для дорог, татуаров, закупать светодиодное освещение здесь? Да, ведь самый кратчайший путь прямой, но прямо никто не хочет ходить. Все хотят ходить вот так, по кругу, потому что слишком много кому-то отпадает, перепадает. В этом весь ответ. Поэтому давайте с вами сделаем так, чтобы был кратчайший путь прямой. От потребителя к производителю. Побывал в Немин Кондратьев и в совхозе декоративных культур. Более 40 лет здесь успешно выращивают саженцы хвойных и лиственных деревьев. Директор Сергей Костюк показывает питомник и с гордостью рассказывает. Сегодня саженцы армавирского предприятия по качеству не уступают европейским. И в разы дешевле. А наличие собственной семеноводческой базы позволяет выращивать растения, которые приживаются даже в самом суровом климате. Готовы сегодня обеспечить посадочным материалом весь наш Краснодарский край. Кстати, вот сегодня вы готовы обеспечить. Надо еще сделать так, чтобы ваша готовность была реализована. А наши муниципальные образования не то, что готовы, они обязаны купить у вас, потому что на самом деле ваши культуры в целом они дешевле, недоступнее, они районированы. Поэтому я не понимаю и никогда не приму никаких отговорок, почему нельзя брать у армавирского питомника. Зачем мы тратим огромные суммы бюджета, огромные, на закупку из-за рубежа и крупномеров, и цветов, и многолетних, и однолетних. Которые потом не приживаются. Абсолютно, которые еще и не приживаются. Вот здесь мне непонятно ни экономика, ни логика глав муниципальных образований. Новые саженцы теперь особенно понадобятся самому армавиру. На улицах и аллеях ураган с корнем вырвал десятки деревьев. Заметно поредила сегодня и городская роща.